Так вы, подождите, ну, все-таки, вот давайте к Сергею вашему. Вы, кстати, столкнулись с ним на этом форуме. На сайте. На сайте. С момента, как вы на сайте познакомились, до момента, как вы оказались в США. Сколько прошло времени? Мы познакомились с ним в мае 2006-го и на Американское Рождество я уже приехала сюда первый раз. Знакомиться? Нет, я уже приехала как жена. То есть вы не видели Дорога раньше? Видели. Он прилетел через, чуть больше, чем через месяц, через полтора месяца. То есть он сообразил, что надо быстренько? Да, так он сообразил сразу же во втором сообщении. То есть чем привлекло меня его сообщение? О том, что он рассказал о себе в стихотворной форме, свою биографию. Но я как-то не обратила внимания, где он там живет, когда... А, то есть вы не поняли, что в Америке? Нет, я не поняла. Вот. А потом он, я написала, приятно познакомиться, буду рада общению, ну, потому что у меня с ним еще сотни сообщений. А-а-а. Надо же было коротко ответить и дальше, дальше, дальше. Я понял. Вы не обратили на него сильно внимания, потому что их много. Да, их было очень много. То есть, все-таки, вот для меня момент важно. Я, поскольку совершенно девственный в этом смысле человек, мне уже последние 40 лет ничего не надо. Значит, так что получается? Только туда раз свой профайл, и сразу к тебе народ. Да. Мотыльки, понимаешь? Да, мотыльки. Так. Ну, 80% этих мотыльков сразу идет мусорник. А, ну, 20% тоже неплохо. Ну, 20% да, тоже неплохо, но, как бы, я отвечала коротко, там, буду рада знакомству. И там, когда человек уже начинал писать... То есть, капель поиск, капель поиск, капель поиск, того, что мне человек написал. Вот. И отвечала... Я ей отвечала индивидуально. Как-то копипейст я не использовала, по той простой причине, что когда мне прислали очень красивое письмо, я его делала... Я его копировала, вставляла в Google, и находила, что это, как бы, там, распространенная схема привлекать девушек. Вот это PHD, оно мешает... Мешает жить. Мешает чувствам. Не знаю, а может, это меня охраняло. Вот. И потом он на следующий день... Хороший, интересный мир, мне уже нравится. Он на следующий день мне прислал имейл и пригласил меня путешествовать по жизни вместе. Куда? По жизни вместе. А, по жизни. То есть, вот, в общем, готовить, обслуживать там... В хозяйстве везде. Нет, кстати, это было очень романтично написано там. Так. А, тоже в стихах он. Не в стихах, это было в прозе и, не помню... Я не понял. И вы, и вы, человек, который может в гугле поиск делать и так далее, вы приняли за чистую монету? Или вы думаете, что-то он мудрит? Ну, вы знаете... Со второго письма бах сразу... Я получила вот это его письмо. Я его распечатала, потому что я бежала на работу. Пока я ехала на работу, мне позвонили, сказали, что некий Сергей Красуля прислал мне букет цветов. На работе? Это служба доставки была. Откуда же он знал адрес? Ну, там адреса не надо было. Там нужно... Достаточно был номер телефона. Вот. И, значит... Да. Как рыбу динамитом. Понимаешь? Как... Как он... Тонко... Как он... Тонко... Прямо... Ой-ой-ой... Это любой... Любой балду снесет. Это же понятно. Да, была... Конечно... То есть этот PHD не устоит. Это я вам точно... Ой-ой-ой... Исощренный... Да. Ну, и... Так, ну... И вы уже... И вы уже все. Не, мне было очень приятно. Да. Вот. И с тех пор мы начали созваниваться практически каждый день. на переписанность каждый день. Чувствовалось в его переписке, что он хороший человек, что он добрый, что он отзывчивый, образованный. В этой переписке обсуждаются такие вещи, как, например, ну, вот скажем, я не знаю, он говорит, у меня там двое детей от первого брака, но если вот у меня жена, допустим, хотела бы, и она помоложе, то я бы хотел еще детей, или я бы не хотел. Вот дети обсуждаются в этом. Обсуждаются. То есть это принято. Да. То есть если нормальный человек, если он действительно серьезно настроен на серьезное взаимоотношение, он говорит, что мне скрывать нечего, я в разводе, у меня двое детей. Ищу спутницу жизни, потому что очень люблю детей, и считаю себя не старыми, я бы еще хотела бы ребенка. А если у супруги есть там слои, двое, это тоже нормально? Да, ну, то есть как, ты указываешь в анкете, есть ли у детей. Насколько трудно, если у человека есть дети, у женщины, если у него есть дети, допустим, двое, это резко подрывает ее шансы, или так? Все очень индивидуально, все зависит от того, в каком русле будет общение. Потому что есть мужчины, которые будут любить чужих детей, как своих родных. Ну, по Америке, мне кажется, это очень принято. Это очень массово. Наверное. Хотят, хотят с детьми, да. Очень. Особенно постарше, когда мужики и деток хочется, конечно же. Ну, хорошо. Значит, вы не обсуждали, вы с Сергеем обсуждали это или не очень? Ну, мы разные темы обсуждали. То есть до первой встречи не оказалось, что мы обсудили уже все. И когда я ехала на встречу, я думаю... Куда, куда ехал? В Киев. То есть он не мог на Луцк там как-то? А он... Да, он не смог. Луцк. Мы после этого полетели в Москву. Боже, а там чего? В Нижний Новгород. А, тогда еще визы не нужны были? А ему? Нет, у него была рабочая виза на то время. А гражданство? Нет, он гражданин Украины. А, то есть он ехал по украинскому паспорту, и вы приехали в Москву? Да. Окей, хорошо. Да. Вот я ехала, думала, муж уже вроде как все обсудили, а чем я с ним буду разговаривать? Угу. Вот. Действительно? Да. Я сняла фотографию, на которой он стоял в такой футболке, там размером на два больше. А он худенький сям? Да. Вот. А зачем больше? На фоне фотобой. Такие красивые фотобои, фотопад и такая. Я говорю, ой, это фотография или что это? Да. Такой, ну да, это фотопад, ниакарский. То есть он у вас, подначил он, троллил, как бы. Ну вот, как бы, для меня это выглядело, как будто он на фоне фотобоев. А оказалось, он был на ниакарском фотопаде. А, это реально было? Да, это была реальная фотография. Ну вот так, друзья, реализм фотообоев. Да. Путает. Путает. Так, ну. Хотя вы пидали снател. Нет, на самом деле нет. Ну как, охватывает себя, ага, стерно, ага. Так он жил-то где, в теории? Он жил здесь, в Сливове. Угу. То есть он был, как бы, по рабочей визе. Да. И вы могли к нему поехать только вот по визе спутницы жизни, там, H4? Только да, будучи женой, потому что мне не дали визу, когда я ехала в турист. Хорошо, естественно. Я понял, поэтому он приехал, вы там на месте расписались. Да. Вам в посольстве дали эту визу H4. Вы приехали... Вы в Саневе или живете? Да. И тогда-то. Да, это все в Саневе. Соседка, мы тут рядом. Да, а раньше еще ближе жили, не на Эль-Камина жили, вот буквально фремонт Эль-Камина. Да, да. В общем, мы тут все вместе с нами. Значит, итак, приехали вы к нему. Первый раз. Ну, это первый, как бы, он был уже ее основной. Уже женой. Да, женой я приехала в декабре. В 2006 году. Да. И в январе, в феврале, я улетела обратно. Скоро 9 лет уже? Да. Как вообще замужем-то? Классно. Правда, да? Всем рекомендую. Хорошо. Не, а то некоторые говорят, там, что времени мало остается. Ну, если ты восстанавливаешься в другом человеке, которого ты любишь, это здорово. Хорошо. Давайте теперь такой вопрос. Значит, вы приехали, а потом уехали. Да, я поехала, потому что я преподавала, у меня были студенты, мне нужно было закончить свои обязанности. Хорошо. Ладно. Закончили обязанности, там, к весне, там, к лету. И уже совсем сюда. Да. На день независимости США я переехала. 4 июля, вот буквально, можно сказать, 8 лет назад. Да. Теперь. А лучше бы помучился пока. Не, ну, я еще в апреле прилетала на месяц. Окей, утешала. Ну, хорошо. Значит, переехала. Виза H4. Права на работу нету. Когда появился прав на работу? В 2008 году мы получили зеленые карты. А, то есть мы уже на выходе были? Да. Хорошо. В 2008 году получили зеленые карты. Английский к этому моменту получили? Немного. Потому что я приехала вообще с немецким, вот, и это заняло определенное количество времени, чтобы выучить. Сергей учил дома со мной, потом я пошла в школу немножко поучила, а потом в колледж. Приехала с немецким, да. Выходит на улицу. Значит, там говорят. Иль шультиген зимир битте. Вот. И ну, не были какие-то знания немецкого, которые я уже совершенно потеряла. Хорошо. Так. И там, хэнде хок там, да? И, ну, знаете, сколько всего прощалось. Окей. Извиняй, это будь ласков. Свощи будь ласков. Понятно. Ну, что же, хорошо. Значит, сколько времени у меня ушло, чтобы английский стал на место? Года три. Ну, нормально. Ну, если бы я учила его более интенсивно, вот, я бы выучила его. А у вас было такое, что вот в Америке там с первого дня балдели? Или вы балдели просто от того, что вот муж и все такое? Да, вот как-то я Америку... Ну, я приехала, все было новое, но для меня и семья была новой. Поэтому, как бы, на фоне того, что вот у меня семья, Америка как-то она по-другому. На второй план ушло. Ну, вообще, когда Сергей сказал, когда он приехал в сентябре ко мне, вот, и когда он сказал, что вот, да, он... Ну, до этого я как бы поняла, что он в Америке работает, но я все еще надеялась. Я спросить как-то нет, не решалась. Ты когда-то домой тогда? Да, да, вот. И я как-то, ну, в глубине души надеялась, что вот он все-таки в Украину переедет. И он сказал, что он работает в компании, где технологии таковы, к которым Украина придет, может, лет через 20. То есть, ему сложно будет найти применение своим знанием. Вот. И я так... Да. Ну, а то он пришел, говорит, вам с ума ехать. Ну, что за раз? Да, то есть, для меня было как-то непросто принять то, что мне надо уезжать в Америку. Ну, вот, для меня слово Америка... Ну, для меня Америка... То есть, не то, чтобы вам сильно хотелось? Вот, чужая страна, другой язык. То есть, я боялась абсолютно всего, кроме жизни Сергея. В нем как-то я была уверена. А вот все остальное меня, конечно, пугало. А вот, то есть, у вас не было мысли такой, что вот я в университете преподаю, там, кандидат наук, и вдруг надо сначала начинать. Я уже никогда не поднимусь на этот уровень. И чем я буду заниматься, там. Вы еще про парапорта в компьютерскую, вы еще не знали тогда, потому что мы-то всегда вас отправили там, куда надо, но в принципе... Наверное, вот эта эйфория семейной жизни, она амбиции как-то немножечко загладила. Вот они, девки-то. Да, вот. Конечно, мне не хватало моих студентов, они мне писали на фейсбуке, в одноклассниках. Тут роботельно. Да, очень приятно. То есть, с некоторыми из них до сих пор поддерживают. А бывает, что студенты, мальчики, глазки строят? Честно, мы так взялись, как право. Нет, ну, строят глазки же можно. Или там просто не строят, но балдеют. А вы еще там пройдетесь, там, как-то, на возвышение, перед доской. Природа, природа есть природа, от этого никуда не денешься. Я как знал, как знал. Хорошо, то есть, тоже живые люди. Поэтому вы опускаете доски, они уже учиться не хотят, они уже мыслись. Нет, ну, не были серьезные студенты, которые учились. Хорошо, я так, я просто подкручиваю. Так, ну, хорошо, значит. У вас был какой-то план жизни в Америке? Ну, может быть, не сразу. Но, вот, разрешение на работу есть. Ну, что хочется? Ну, муж, ну, все, ну, чего еще? Да, конечно, мне хотелось получить работу, в некоторой степени быть независимой. Хорошо. Но, когда я начала искать работу, я столкнулась с тем, что я для них слишком умная, без сместного опыта работы. А прикинуться надо? Я прикинулась. Так. Но, когда они делали background check, они находили PhD, вот, и, к сожалению, на этом все заканчивалось. Даже когда я проходила на последний уровень, вот. А вы сюда на какую работали? Я приковалась в банки, в университеты, вот, да. У меня Светлана, она кандидат там педагогических наук, хотя она инженер, кстати, по базовому образованию. И мы когда приехали, а, знаешь, Айур спирал. И она там в резюме и пишет, никто не зовет. Значит, я говорю, убери. Ну, она убрала, начинает звать на интервью. Она приходит на интервью, и там он говорит. Когда до нее уже дошло, практически. Она же мастера не писала, только бакалаврами. Я говорю, напиши мастера, она говорит, черт, ты знаешь, может, менеджер бакалавр, или, может, ты, что я буду его смущать? Да, то есть, по поддурочке не так просто закосить. Ну, они делают проверку по своим каким-то определенным каналам. И, к сожалению, в 21 веке, если у тебя стояло где-то там печь, на гугле можно найти все что угодно. Слушайте, а вот вы, когда уже там стали тортами, заниматься вокруг вас много народу стало, много ли тех, кто заказывает торты, заканчивали портло в компьютер-скул? Есть несколько человек. То есть, путь к сладкой жизни, вот это, так сказать. Есть несколько человек, но у меня есть очень яркий пример. Девочка одна, которая заканчивала вашу школу, Юлия Хохлачева, знаете? Ой, какие-то, ой, да вы чем-то. Такой прекрасный пример. Да, не важно, где работает, это такая Юля вообще. Да, очень, очень телеустремленная девочка. По-моему, даже она была у нас на канале. Я точно не скажу, но, по-моему, была. Цельеустремленная, это не главное, мне кажется. Там, кроме этого, ой. Прекрасно чего-нибудь. Надо будет ее еще раз позвать. Совершенно потрясающая девочка. Да. Ну, хорошо. То есть, вы не знали тогда об этом, то есть, вы не думали о том, что вы можете переключиться во что-то такое. Ну... Айтишная. Муж же айтишник, да? Нет, муж инженер. У него три ученых степени. Одна из украинская, а вторая местная. А в чем инженер? В Украине он кандидат по украинским законам, меркам. Он кандидат в физико-математических наук. А здесь у него... Он заканчивал Корнеевский университет. Очень хорошо. И у него... Он работает с полупроводниковой промышленности. О, ну это тоже как бы в технологиях, как же это? Да, но он не айтишник. Что там, НТЛ, там где? Нет, он работает деклайн-материалл. Деклайн-материалл, ну конечно, здесь их много народу. Хорошо, хорошо. Те, кто не знает, деклайн-материалл сделает вейфер, делает вот эти вот устройства, в которых изготавливаются чипы. Микрочипы, да, это очень технологичная компания, очень мощная. Ну что же, хорошо, безусловно, ему альтернативы никакой нет, если серьезно работает, то, конечно... Да.